Всем привет! Добро пожаловать в наш новый влог. Как я думаю, вы по названию уже поняли, о чем он будет. И да, мы собираемся в Беларусь! Дети, какие ваши эмоции? Супер! Я вообще об этом! Нам будут подарки. Да, их ждут подарки. Эмоции странные, волнительно и радостно, потому что полтора года не были. Но все очень скучаем, нас уже там ждут. Ну, хорошей нам дороги! Поехали! Мы уже на границе. Устала? Да. Не знаю, сколько тут простоим, потом расскажем. Вроде небольшая очередь, но муж говорит, что это нормальное, слишком долго ехать. Ноги не заболели, Даник? Нет. А они не могут заболеть, если мы и сидим? Ну, все равно. А еще ехать и ехать. Целую ночь. Вот все вечереют. Скоро приедет. Да, вечереют уже. Скоро ночь. Не пойдешь спать ночью, чтобы время быстрее прошло, да? А если мы эту всю ночь простоим тут в колейке? Ну, не исключено. Мама, а не очень... Ну, так и будет, скорее всего. Мама! Мама, а дочь не сейчас к тебе будет, мы поедем, и что в пивоводь? Ну, да, сынок, так долго, представляешь? А сейчас ты почему ехать, что в пивоводь? Ну, не целый, надеюсь, полдня еще. А надеюсь, мы утром приедем. Как повезет, да? Да. Приехали, да? Даня, ты ищешь знакомые места? Угу. Ну, не, я здесь знакомый, а... Так, что у меня места, где моя манечка. Ну, все, мы уже приехали. Ой, такое непонятное еще состояние. Идем отдыхать, потому что дорога была длинная, тяжелая. Будем отдыхать, приводить себя в порядок. Ну, не, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Ну как вы заехали? Устали? И тут то? Мои бусечки, какие вы уже большущие! Ой, какие у тебя косички! Ой, красавки мои! Ну без слез, без слез, тетя Мария! Дети раскручивают бабушку на подарок. Это наш местный рыночек. Такой. Пока что наш магазин фикс прайс. Похоже на экшен. Как у нас экшен, только фикс прайс. Ну выбирайте игрушки. Баба Люба оплачивает. Да, Баба Люба оплачивает. Такие тоже безделушки, все такое дешевое. Разное. Тут и продуктовые есть, и химия. Все для детей. Книжный отдел, канцелярия. Соки вот вообще дешевые. По 75, грошей 80, по 70, по 60 даже есть. Какая-то маленькая пачечка. Пепси по 2,5. Большая. Панта по 2,80. У нас есть своя белокола. 2,80 стоит. Квас наш Лицкий. 2 рубля. Вкусный класс наш. По 2, по 4, по 6, по 12 рублей игрушки. Дешево. Ну глядите. Глаза разбегаются, скажи, да? Вот еще игрушки. Тоже 3, 4 рубля. 4,50. 3,50. По 8. Ты такую хочешь себе? Она еще светится должна. Она светится. А, вот она. Только не синюю. Давай, может, розовенью. Милана, давай такой универсальный цвет. Почем она? 6 рубля. 12 злотых, говорю. 12 рублей этот матрас. Тоже недорого. Цены, если в фикс-прайсе они такой специализированные детские, то цены такие же, как и в Польше. И сладости разные. Ну вообще, злотые. Фу. Рубль. 7 рублей. 3,50. Вот такие вкусные милки-вэй. Твикс. 3,50. 3,50. Сникерс такие. Вот это наши коммунарка белорусские. 200 грамм. 3 рубля. Много-то эти конфетки детки любят. 3 рубля. Такие. Шоколадные кружочки. Барни. 6 рублей. Такая пачечка. Вкусная. И наши в бруське наши. Зефир. Тоже 3 рубля. Покажи, что ты выбрала. Кукол. И куколку. И куколку, да. А Даник 2 Лего Майнкрафт. Я хочу на... Выбрал, покажи. Чуть выбрала. Смотри, и Майнкрафт Майнкрафт, и Майка Майнкрафт. Да, поменяли, да. Была карета уже, стало что-то другое. А паровозик был. Илана, ты уже выросла, посмотри, у тебя колени как. Паровозик был. А паровозик был, а паровозик не был. Да. Паровозик. Паровозик. Давай, показывай. Ну так ты ж уже... Ну хоть не бестолковую игрушку выбрала, хоть спортом заниматься будешь. На выходе из рыночка такие тут павильоны тоже торговые. Сейчас, правда, уже вечер, и все закрыто. Тоже продают. Черешня 12,50. Кабачки 2,50. Абрикосики 7,95. Огурцы 2,50. О, огурцы вообще дешевые. Наша вторая бабушка тут тоже продает чернику. Утром едет в лес, а потом во второй половине дня идет и продает здесь, на рыночке. Молодая картошечка по 2,80. Что там еще? Дешевая картошка. Вот тут такое торгует. Два рубля. А, это смородина стаканчиками по 2 рубля. Как хорошо, что у нас бабушки-поставщики тут ягод. Одна чернику. Что такое, Даник? Одна чернику, вторая клубнику, малину. А эту бабушку раскручивают деньгами. А тут у нас еще такая баня общественная. Сюда ходят. Слушай, а баня это еще активная, общественная? Баня работает? Да. Ну, можно прийти помыться, но я не знаю, мы не ходили никогда в нее. Вот, наш пятачок, где мы живем. Мам, мы пятачок. Что, зайка? А это наша пожарная часть. Такая тут в центре города, прямо. Красивая тоже такая пожарная часть. Здесь немножко стройка, потому что делают капитальный ремонт дома. К сожалению, тут не обносят сеткой. А прям вот так все валяется, в осьде. Все на траве. Вот. Поэтому по тротуару не пройти, опасненько. Пошли наши. Это вам. Это вам с Даником. Вы не понимаете, что это? Играть в приставку. Вам крестный и тетя Света подарили на аттракционы кататься. Да? Пойдете в парк? Пойдете сегодня на аттракционы. А мы сегодня пойдем? Да. Да. На аттракционы? Да. Пойдешь, дядя, да? Крестный поведет себя. Да. Ну, тут не получается так скучно. Теперь не будет так скучно? Да. Ну, вот один тебе, один Данику, да? Придете в любой бой, вы берете и будете кататься. Милана, смотри, Милана, этот не понимает еще. Ты будешь в игрушке кататься. Милана, это правда. Милан, почему кататься? Что, Милана? Вот это везение. Вы даже не понимаете, насколько эти подарки ценные, пока не начнете сами зарабатывать, свои деньги не появятся. Да? Дядя Максим. Обалдеть. Даник, давай, давай. Мы пришли в парк. В парк, такой, самый крупный в нашем городе, с аттракционами, с детскими. У нас такая ассоциация, если наши дети видятся с крестным, со своим, то он их ведет в парк на аттракционы. И вот мы пришли. Точнее, идем. А еще тут возобновили такую дискотеку в парке. Раньше она была, много-много лет назад. А сейчас ее снова придумали по выходным. Она будет с 7 вечера до 10. И мы тоже пойдем туда, посмотрим, что там за дискотека такая в парке. Посмотрим, потанцуем или просто постоим, посмотрим. Вот такой у нас городской парк. В вечернем свете. Ну что, вспоминаете парк? Ну, Милана так точно помнит. Я помню, чувачки. А точно помню, у меня в этом парке день рождения проводится. Да, день рождения у тебя здесь от печали. А вон фонтан. Сейчас подойдем к фонтану. Ах, лавеный. Фонтан помнишь этот, Миланка? А-а-а. Ну, точно. Тоже. А еще помню, мы на моем день рождения нам давали карточки. И мы там что-то делали. Рисовали, писали. Мам. Мама, у нас тут похоже, мама и Маквина. Не на карточках. Но мы что-то делали, писали. Ага, там разные у вас были конкурсы на день рождения. А мы, короче, что-то делали. Квест. Квест день рождения. Какой он яркий, да, свежепокрашенный. Аж пахнет краской еще не высохшей. Да, все пахнет. Да, детки, смотрите, тут краска еще. Перед днем города покрасили. Вот такой фонтанчик у нас тут в парке. Красивый очень. Ну, идите, идите в воду. А на холодной речке. Давай ручку. А на речке не холодная? А на речке не холодная? А еще у нас вот такие лавочки построили. Бобруйский завод биотехнологии. И каждая лавочка такая не похожа. Водоканал Бобруйск. Ну, не мешало бы уже подкрасить, да? На солнце выгорела лавочка. А так красивая у них в водоканале это. В виде... Максим, как это называется? В виде... Люка. В виде люка, да? Водоканал, видишь? Как люк. А это Бобруйский мясокомбинат. Лавочка. Памятник Дунину Мартинкевичу стоит. Нет, ты это у нас. И кинотеатр Мир. Но он такой у нас не основной. Старый уже. У нас есть новый кинотеатр Мир. А это такой, ну, уже малоактивный. И аттракционы, куда мы сейчас пойдем, да, дети? Я не хочу туда. Тебя никто не заставляет. Выберешь тот, который хочешь. Я не хочу туда. Увидел, как высоко поднимается и передумал. Вообще, в целом, не проходит такой парк у нас. Потому что у меня связано с этим мои студенческие годы. Здесь прямо из выхода из парка находится мой колледж, где я училась на бухгалтера. И общежитие, где я жила. И мы всегда в моей молодости здесь в парке гуляли. Поэтому, наверное, он мне такой родной кажется. Моя студенческая жизнь здесь проходила. Такая детская площадочка у нас тут. Простенькая такая. Давай заканчивай с видео. Смотри, вот поставили. Да, в прошлом году был? Такие вот эти. Не было. Не было, да. Поставили, вот. Добавили. А вот этот акцион? Наверное, клетка, да? Да, да, да. Вон уже танцует. Пойдем смотреть, что там за дискотека. На месте ты. Да, да, да. Этот тоже, смотрю, уже, не знаю, салют работает, не работает? А я туда не хочу. Я тоже. Меня одного раза хватило. У нас тут такой салют. Я один раз прокатилась, и я больше сказала никогда. Она как солнышко, круговое движение. Я понимаю, это уже не работает. Продолжение следует... Милана расстроена, что в этом парке нечего ей делать. Ничего не работает. Те, что, которые работают, такие страшные. Ну, там, может, просто людей сегодня мало, потому что начало день города. Пойдем посмотрим на детские аттракционы. Недовольная, короче. Она забраковал этот парк. Растащила ее в Польше с этими всеми прибамбасами детскими. Да? Ага. Растащила ее в Польше с этими прибамбасами детскими 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 приб